Музыка Музыка всем вот такие вот четыре новые грядки вчера с обеда начали делать и к вечеру их доделали сегодня высадили на первую грядку землянику из усов прошлогодних хорошо они укоренились и вот такие вот выросли хорошие кустики в общем такие вот грядки до этой грядки размеры 80 сантиметров шириной и два с половиной метра длиной и сюда хорошо вот помещаются 12 кустиков и вот такие вот две большие грядки ширина у них 125 сантиметров а длиной пять с половиной метров они точь-в-точь практически такие же как вот эти в общем таких вот две больших новых грядки и две поменьше сбивали доски гвоздями и соответственно вымеряли расстояние чтоб везде была одинаковая по всей длине грядки и забивали здесь обычные деревянные колышки забили потому что железных не было а вот на этой грядке здесь у нас забиты железные такие вот пруты конечно они крепче держат им совершенно ничего не будет но так в принципе и такие вот деревянные колышки тоже подойдут на таких высоких деревянных грядках земляника отлично зимует под укровным материалом как можете заметить отлично она перезимовала поэтому решили сделать еще новые такие грядки высадим сюда рассаду которую выращивали семян и остальные вот там остались еще кусты выращены из усов вот такие вот остались кустики выращены из усов за сезон удалось где-то около 50 таких кустов вырастить там еще остались и в принципе они уже практически все на цвету на этой грядке вот высадили так ровно землянику вот эту крупноплодную она старых грядках на этих еще по первости тогда высаживали немножко они у нас так вот кривовато это первая грядка была которую высаживали в общем первый блин немножко получился комом она в центре вот у нас так съехал ряд поэтому нужно все отмена выдерживать смотреть все вымерять лучше мелком каким-то отмечать а вот эту грядку даже без мелка удалось относительно так ровно посадить всю эту землянику и вот она уже на 8 мая принципе так вот хорошо выглядит междурядье старых грядках у нас идут это около 35 сантиметров а в новых грядках мы делали где-то 45 46 сантиметров чтобы удобно было ухаживать потому что на таких узких междурядье все-таки тяжело ее обрабатывать собирать вот эти соответственно ягоды как траву какую-то вырывать в общем и весной убирать соответственно тоже тяжелее лучше делать между рядья чтобы они были побольше 46 45 сантиметров вот такие вот очень симпатичные кустики это у нас мелкоплодная земляника выращенные семян и в принципе она уже практически вся на цвету тоже цветоносы появляются не скоро она уже и зацветет и укроп на плодной можете заметить тоже вот уже новые пошли цветоносы нужно будет и подкормить азото содержащим удобрением и в принципе землячка должна хорошо процвести на этой грядке у нас посажены такие гибриды и сорта это иришка вкус детства алый огонек и женево она этой грядке вся мелкоплодная земляника это у нас барон слен махер весная сказка и белоснежка это у нас белоснежка белоплодная земляника очень тоже вкусная земляника это у нас ремонтантная цветет она весь сезон до сентября месяца и радует своим урожаем и конечно же нужно засыпать вот в эти вот грядки плодородную почву здесь у нас смесь нашей огородной земли торфа берегно и в общем все очень так так скажем богато на различные полезные вещества или клубника должна у нас хорошо расти и радовать своим урожаем поэтому все те кто живут в таких суровых регионах где зимы достаточно морозные у нас до минус 50 в новосибирской области мороза зимой снег в принципе у нас хороший выпадает поэтому на это мы не жалуемся и вот на этих грядках она замечательно зимует и в том числе весной когда тает снег соответственно вся вот эта земляник анонс не подтапливается и соответственно корневая система не вымокает тут никаких проблем в общем с ней не происходит под самим укрывным материалом меньше растет трава конечно этот пырей все равно пролазит туда приходится надо обрывать но так вот другая всякая вот эта трава она не растет либо конечно и можно вырвать и со что-то даже вдруг ветром какие-то семена придует вот так в принципе очень удобные грядки и под укрывным тоже прекрасно все растет летом если сухо соответственно поливаем потому что некоторые жалуются что там трудно что-то прорыхлить или за поливом слить но в принципе у нас за весь прошлый сезон таких каких-то минусов не было поливали когда жарко летом и вода вся лишняя влага она совершенно хорошо уходила укрывает это пропускает влагу ну как бы никаких нареканий нет вот то что кто-то жалуется что она выгорает ягода что слишком жарко нагревается солнцем тут спонбонд тоже таких каких-то минусов не отмечаем но это был первый сезон посмотрим как будет в этом году хотя лето в прошлом году тоже было очень жарким поэтому такие вот грядки очень удобные всем тем кому данное видео было полезным подписывайтесь на наш канал делитесь им видео с друзьями заходите почаще в гости и пока пока